Мы проезжаем руины горно-обогатительного комбината, который практически полностью был снесен несколькими годами ранее. Дорога к самому руднику представляет из себя горный серпантин весьма и весьма хренового качества. Но пока получается ехать на легковой машине, ехать вперед будем ехать, насколько это получится. Чуть-чуть, буржу, не подзавес. Да-да-да. Не надо колесо здесь пробить, несложно. Мы продолжаем штурмовать дорогу к руднику. И что самое неприятное, попадающиеся участки снега с наледью, которые внушают беспокойство именно в плане спуска. Потому что заехать на них относительно несложно, а вот спускаться практически по чистому льду будет уже немного сложнее. Ведро с песочком возить, посыпать. И эти участки выглядят таким образом. Местами просто чистый лед. Здесь еще более или менее приличная ситуация, а местами просто чистый лед. Играет музыка. В общем, в итоге приходится нам сейчас топать на гору пешком. Благо мы проехали больше половины пути на машине. Потом на одном из подъемов, после нескольких попыток, я понял, что заехать полностью на весь подъем на машине уже не удастся. И нам пришлось оставить машину. И сейчас мы топаем пешком. В общем, как обычно, приключения продолжаются. А наверху уже показались первые строения рудника. Но до них еще топать и топать. Конечно, вокруг невероятная красота. Просто невероятная красота. Горы. Горы это всегда очень красиво. Итак, я уже практически наверху. Осталась одна петля серпантина до территории рудника. И тут уже сохранились конструкции, которые укрепляли трассу, ведущую к руднику. Этот самый серпантин. Сам комплекс Тернаузского рудника сейчас активно сносится и распределяется на металл. Разбираются бетонные конструкции. Оттуда достается стальная арматура. И вывозится черметчиками на ее дальнейшую сдачу. Там работает техника. И очень мало что осталось от бывшего величия этого крупного предприятия. Буквально несколько строений. Сейчас на общей панораме территории, где раньше располагался Тернаузский рудник, даже будет сложно определить на фоне снега и серо-желтых гор, увидеть остатки зданий. Вот там вот, в ущелье, располагается город Тернауз. Далеко-далеко внизу. Для того, чтобы подняться на эту гору, на эту высоту, нам потребовалось несколько часов. Причем часть подъема мы совершили на машине. Практически половину. И около 3 километров 900 метров пришлось преодолеть пешком после того места, где я не смог въехать на машине. Подъем пешком занял около 2,5 часов. Где-то 2,20-2,30. И теперь представьте, это половина пути. То есть полностью, если подниматься из города по серпантину сюда, причем не доходя до рудника, а просто до вот этой точки, потребовалось бы около 5 часов. Сами понимаете, что рабочие, которые проживали внизу, в ущелье, в Тернаузе, они вам просто не смогли добираться до работы, пешком затрячивая столько времени. Ну и организовывать транспорт, который возил бы их сюда, тоже, наверное, было нередабельно. Поэтому, когда был построен рудник, сюда, на вот эту точку, была подведена канатная дорога. От нее сейчас уже тоже практически ничего не осталось. Увы. Но в советские времена работников рудника доставляли сюда по канатной дороге. Внизу сейчас хорошо видна дорога, серпантин, по которой я поднимался около 4 километров. По центру, между несколькими петлями этого серпантина, сохранились руины зданий. На этой площадке находилось заводоуправление Вольфрам Малибденового рудника. Вот все, что осталось от зданий завода управления. Сейчас здесь расположена сотовая вышка. И на всю округу раздается звук работающего экскаватора, который и демонтирует остатки строений рудника. Вот на такую высоту сюда доставляли шахтеров, работников этого рудника, каждый их трудовой день на фуникулёре, на канатной дороге. Эта дорога ведет к самому комплексу зданий рудника, которые уже практически полностью разрушены, демонтированы. И чуть по воду от них находятся входы в рудник, порталы в горе. Что было в этих зданиях сейчас уже тяжело предположить. Вероятно, это были какие-то административно-бытовые корпуса. Но судя по нескольким зданиям, расположенным чуть выше, я их попробую показать с другого ракурса, потому что отсюда их очень плохо видно, Эти здания очень похожи на жилые дома. И вполне возможно, что какая-то часть горняков проживала непосредственно возле рудника. Вот эти здания. Не знаю, насколько верна моя гипотеза о том, что часть сотрудников рудника проживали в непосредственной близости от выработок. Но вполне, в принципе, похожи на жилые здания. Гипотеза оказалась верна. Здесь, в горах, был построен целый процветающий город для горняков, который просуществовал до начала 2000-х годов. После чего его начали беспощадно разворовывать на металл, извлекая даже стальную арматуру, усиливающую железобетонные конструкции зданий. Для чего дома попросту начали разрушать. И нечасто доведется увидеть, как были выполнены технологически, как строились фундаменты домов, которые были расположены в прямом смысле на склоне гор, ступеньками, террасами спускаясь вниз. Вот один из таких фундаментов. В принципе, неплохо видно, что здесь не предусмотрено никаких окон, никаких даже дверных, по-моему, проемов. То есть просто это заливался бетоном, облицовывался камнем. Такой фундамент. И, конечно же, ничто не сравнится с видом на горы. Только ради этого стоило приехать сюда, для того, чтобы насладиться этими пейзажами, для того, чтобы подняться в горы, для того, чтобы увидеть эту потрясающую красоту. И первое, что мы видим, Тольня встречает водопадом грунтовых вод. Соответственно, посещение ее уже будет несколько затруднено. Хоть у меня сейчас есть с собой комплект бахил ОЗК, но это уже создает некоторые сложности. А мне пришлось облачиться в бахилы ОЗК. И теперь в таком виде, подготовленный, я отправляюсь внутрь рудника. Внутрь этой штурмы. А дальше, сзади послышался шум мотора, меня догнал ОАЗ и остановился рядом со мной. Рабочие, не скрывая своего удивления от встречи со мной, предложили подвезти вглубь рудника. Да, вот так по подземелью я еще не передвигался, все пешком. А тут механизировано. А вы просто демонтируете тут все, что осталось, да? Да. Давно вообще прекратили? 90-х работает? 98-х. 98-х. Рудник Тарнаусского вольфрама-молебденового комбината один из крупнейших в стране. А балансовые запасы вольфрамовой руды на сегодняшний день превышают 60% от разведанных месторождений в России. Гору пронизывают 12 горизонтов, а общая протяженность всех выработок составляет около 600 км. Рудник функционировал до конца 1990-х годов и был официально остановлен в 2001 году. Предприятие было признано нерентабельным, несмотря на то, что являлось одним из крупнейших в мире по добыче вольфрамовых руд. Основным и фактически единственным конкурентом России в этой сфере является Китай, снизивший в 1990-х годах цены на вольфрам практически ниже рентабельности добычи, что и способствовало банкротству всех основных предприятий конкурентов. После чего китайские производители, установив комфортные для себя цены на вольфрам, стали практически монополистами в области добычи и реализации этого ископаемого. 6 километров уже проехали, да? 6 километров уже проехали. Километров 300. А, километров 300. Километров 400. Так мы проехали по главной, откаточной штольне, многим более трёх километров. И затем, поплутав ещё по запутанному лабиринту штреков, добрались до места, где ребятам предстояло остановиться для распила и погрузки металлоконструкции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Очень разветвленная система вентиляционных ходов, штреков... Продолжение следует... 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 добытая. Вот одна из выработок, очень живописная. Буквально через несколько десятков метров опять попадается штрих, который подходит центральным феномолюмом. В рудниках специально создаются небольшие выработки, которые используются под различные хозяйственные нужды, как, например, здесь склад аварийного инвентаря. Это небольшая выработка без какой-либо обделки размером где-то 5 на 2 метра. Здесь стояла обыкновенная дверь, которая крепилась в деревянную коробку и кладовщик рудника при необходимости или же горняки в случае возникновения какой-то экстренной ситуации могли воспользоваться этим самым аварийным инвентарем. А вот еще одно место весьма и весьма достойное внимания. Это еще одна выработка, которая находится рядом с откаточной центральной штурней. Выработка у нее гораздо большие размеры. она находится уже ближе к порталу. И, судя по сильному запаху масла и вот этой вот грязной жижи коричнево-красного цвета, совсем несложно предположить, понять, что здесь находилась трансформаторная, от которой и запитывали, собственно, все энергопотребители этого рудника. Во всяком случае, этого горизонта точно. Вот здесь был сделан проем в стене сквозной, который мы видели и с другой стороны, которая выходит в откаточную штольню, а предназначалось это для вывода электрических кабелей. Здесь же, естественно, мы видим плакат по технике безопасности в случае поражения электрическим током, что, в общем-то, вполне-вполне логично. Здесь же, рядом с трансформатором, мы можем видеть отметку пункта 1750, что обозначает 1750 метров от портала. То есть нет опыта обратного, еще порядка 1 километра 700 метров свежая. Обратный путь тоже преподнес мне сюрприз. Когда я вышел из рудника и начал спускаться с горы, меня догнал УАЗ, который часто называют «командирским». Задняя часть, расположенная за кабиной водителя, была полностью открытой и забита почти выше крыши металлолом. Водитель предложил довезти меня вниз, и я согласился, о чем потом и пожалел. Пассажирское сидение было занято, и меня определили на кучу металлолома в кузове. Поэтому снимать я мог только на то, что оказалось под рукой, а именно на телефон. За качество сразу извиняюсь. УАЗ понесся вниз по серпантину с бешеной скоростью, и я ожидал, что каждый поворот или кочка станут для меня последними. Кстати, следующее видео из кавказской поездки о моем восхождении на Чигет выйдет на моем новом лайв-канале, ссылка на который сейчас появится слева. Не забудьте подписаться на мой лайв-канал, рассказать об этом видео в своих соц. сетях, и до скорых встреч! Всего вам самого наилучшего!